Девушки отдыхают 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 Мебиус стал известно о его участии в экспериментах. Я попросил, чтобы его также привлекли к научной работе, быть может, современное оборудование и почти неограниченные ресурсы отвлекут его от столь кровожадных наклонностей. Интересно, если бы он, допустим, душил себя кишками и в это время анонировал, это бы считалось... Я смотрю, что-то все отчитываются перед этим гражданином без лица, но в костюме. Вот что галстук с человеком делает. В смысле, делает его главным. Какой-то у него взгляд, знаете, как у кота. Тупой и неосмысленный. И вообще, знаете, я вот на него сейчас смотрю и понял, что лучше бы эта игра была каким-нибудь, знаете, Франкенштейном. Вот. Во-первых, Франкенштейн известный персонаж, известная марка. Надо кому-то просто закопирать, немножко отбашлять, и игра продастся намного лучше, чем какая-то флизелиновая шняга. Во-вторых, там довольно интересный сюжет про оживление трупов. Это намного оригинальнее, чем... О боже, мы в мозгу психопата! Нет! Дай мне идти! Кого-то схватили. О боже, какое всё красное! Вперёд, зелёный свет! Развей мой страх! Разгони тьму! Кто-то орёт. А, Рубик, наверное, тёлку режет. Давайте, может быть, мы успеем посмотреть на сиськи до того, как он их вскроет. Ну, не знаю, всегда радостно в игре увидеть немножко, немножко женских молочных желёз. Почему ни хера не вижу вот этих палочек, господи? А, вау! Что он сделал с этой бабой? Паршевый ублюдок. А, у меня же больше нет фонарика, а двери надо как-то открывать. Да ну нахуй! Эээ, блядь, надо съёбан сделать срочно, блядь! Хули ты отворачиваешься, она тебе в спину светит, блядь! Не притворяйся, что она тебя этим ослепляет. Пошла в гопу. Ну, блядь! Ну, что ты такая тварь? Мне же осталось-то хуйню. Говно ты, ссаны. О, боже. А тут есть спринт вообще? Или вот эта, блядь, скорость максимальная? Я просто что-то не понял. Вообще, ни хрена. Вроде был. Ну-ка. Ты подумай, всё-таки есть. Су-ка, блядь. Чё, что-то не работает-то нихуя. Закрывайте, закрывайте, блядь, двери! Ёб твою мать! Да какого хрена? Чё ты бы тебя, блядь, побрал? Ладно, сучка, 2-0 в твою пользу. Вот подожди, я, блядь, обрез найду, будешь ты от меня бегать. А я буду смеяться, как ебаньку, когда буду всаживать, дропив твою тощую задницу. Блядь, где чекпоинт? Да какого хуя ты лагаешь? Как ты смеешь вообще лагать? Дебильный уровень, ненавижу, когда за мной гонятся. Реставрировать защитную силу, это может заниматься два момента. Я не могу время, чтобы это было. Не нажмите мою время. Систем готов. Блядь! О, да, сучка. Его нет. Заживай, он сказал, Лесли. О, можно кидать фонарики. Что за дерьмо тут повсюду стекает? Где они проложили эти трубы, блядь? Нет. Ты кинь туда, чтобы она выплывала. Да я слышу, она ходит. Что-то наёбка какая-то, мне кажется, меня там ждут. Почему-то фонарики перестали вообще хоть сколько-нибудь света давать. Куски дерьма. Почему-то, знаете, во всех хоррорах постоянно нужно что-то прятаться. Скрываться, гаситься, что-то ещё делать. И проблема в том, что всё это делать я не очень-то люблю. О, черт! Блядь, она не даёт бежать, когда слепит. А, вы тут закрыли? Да ну вас нахуй, какие вы молодцы, блядь. Что-то нахуй лошадь. Блядь, мне кажется, она идёт на запах сюда. На запах говна, блядь, из джинсов, блядь, детектива Кидман, которые очень-очень ссыкотно, блядь. И я её, в принципе, понимаю. Бег... Ой, пизда. Блядь, ты сама виновата в том, что ты сейчас огребёшь. Я бы на твоём месте, во-первых, я бы, блядь, Усейна Болта обогнал в два раза нахера. И бежал бы, блядь, при этом марафонскую дистанцию в 30 километров, блядь. И знаю, что за мной бежит такая ебанина на каблуках. Но, блядь, детектив Кидман, видимо, имеет яйца побольше, чем мои. Бегать ни от кого, сука, не собирается. Блядь, какая встреча, ёптвою мать. Блядь, да как ты заебала меня. Чем бы её отвлечь, это, блядь, пока я дверь открываю, а? Мне кажется, не успеть открыть нихера. Может быть, это битва света, и надо ей в неё кинуть зелёную палочку? Она-то красном светит, как я понимаю. Люментиал! О, блядь, она вновь! Момент, скажу я вам, немножко ёбнутый. И резко бьёт моча в голову, и она начинает ходить там, где мне надо дверь открыть. А там, блядь, сканер ладони работает медленнее, чем скачивание порнухи, блядь, на модеме в 56 килобит. Заебтвою мать, как она надоела. Её в конец-то вообще можно заманить? Она даже не слышит, когда я её подзываю. Вообще классно. Блядь, как она заебала. Господи, какое дебильное задание. Блядь, где тут только ходов нету? Я, блядь, не знаю, нахер. Я ничего не вижу. Глана ходит, блядь. Как она на пизду пошла? Кривоногая хуйня, блядь. Блядь, господи, какая бесячая хуйня так, блядь. Пиздец, нахуй. Вот ненавижу вот эту хуйню в играх. Вообще, блядь, ненавижу. Просто тупое говно, блядь. Я думаю, нахуй, это мало вообще кому нравится. Пытаться наебать того, кого нельзя наебать. Да иди нахуй, блядь, от меня заебал. Блядь, какая... Разработчик ты долбоёб, блядь. Это просто нахуй говно, нахуй. А не миссия, блядь. Просто она тупая, блядь. Их, сука, сложная, как хуй знает что, блядь. И дерьмо, блядь, полное, кстати. В итоге, блядь. Заебёт, нахуй. Видимо, здесь надо в любом случае вначале рашить сюда, блядь. А потом пытаться от неё съебаться, да? Нахуй, пошла. Только съебать от неё не получится, блядь. Потому что... Потому что она, блядь, светит, замедляет и догоняет. Так, ёб твою мать, блядь, как в эту хуйню пройти-то? Она нихуя, блядь, её не приманить. Она, блядь, сходит всегда посреди комнаты. Заебёт мёртвого, блядь, этот уровень. Пиздец, блядь. Да хватит, нахуй, приседать. Ещё и лагает, блядь, здесь. Я иду, что тут лагает? Темнота? Прорисовка, блядь, темноты? Ура, блядь, получилось. Всё намного тупее, чем кажется. Просто бежишь и рашишь. И если эта ёбаная Дэктив Китман, блядь, перестанет, нахуй, торговать здесь очком своим, блядь, стоя раком, то можно, блядь, и пройти, заебал от, блядь, пиздец, какая хуйня. Мне так нравятся, блядь, эти задания. Дают тебе рахетичного уебанского героя, который не может ни бегать, ни стрелять, и нахуй заставляет его и бегать, блядь, и думать, и хуй знает, что делать, блядь. Ваш герой уебанистый, он не предназначен, чтобы здесь, блядь, выжить, нахуй. Он должен сдохнуть, потому что, блядь, если ты хуесос, который не может, блядь, бегать, дольше, нахуй, трех секунд, блядь, спринтовать. Сука, тебе вообще не жить, блядь, даже в мирное время, тебя, блядь, не знаю, нахуй, собаки, блядь, на улице съедят, какой-нибудь опасный момент, блядь. Тебе даже не надо искать эти хуевые ситуации, они тебя сами найдут. Блядь, и ладно бы она жирная была, она худая, она нихуя не может бегать, потому что, блядь, я хуй знаю, что ей мешает бегать. Каблуки и может, блядь. Может, блядь, сиськи у нее там... Пошла ты, нахуй, блядь, пиздец. И, сука, шкафы на такой высоте, что я нихуя не вижу, куда она идет. Блядь, не видно мне, это я еще ваше ебанное изображение растопырил. Блядь, если бы я на широкоэкранном играл, я бы, наверное, нахуй до сих пор не понял, что меня убивает, еб твою мать. Заебала, блядь, господи, какой тупорылый, блядь, момент, нахуй. Еб твою мать. Просто это, нахуй, копия ебаного того момента из, блядь, из прошлого, из прошлого ДЛЦ, где надо было, блядь, так же лифт дождаться. Еб твою, блядь, пиздец. Хуенно, блядь, давайте делать одно и то же и продавать, блядь, постоянно. Тоже так хочу работать, блядь. Да как ты заебалась? Иди нахуй, блядь, посвятися, блядь, в жопу, еб твою мать, блядь. Блядь, какая тупость. А, все, пизда мне. Она опять добегалась. Блядь, видите ли, прятаться от нее бесполезно. Бегать эта мразь ебаная не может, блядь. Охуительно, блядь, условия пиздец, я вам скажу. Блядь, натурик, блядь. Давно меня так, нахуй, не выбешивало ничего, блядь. Я ебуйте. Эти игры, блядь, я не знаю. Это ты виллезин с револейшеном, блядь, в ту пизне начал соревноваться. Дожили, блядь. Ты должен быть милым. Блядь, она ищет, блядь. Блядь, она ищет, хоть ты выбей. Да, и она, блядь, не знала, куда я пойду, да? Сука, слава богу, нахуй, это кончилось. Ёб твою мать. Да, блядь, кончилось, хуёнчилось. Давай, дубль два. О, да, конечно. Мне так страшно, что я обосу сейчас. Хватай, блядь, туфли, снимай с неё, пусть босая бегает, блядь. Я могу придумать только накидать сюда много зелёных палочек, чтобы она, блядь, охуела. Конечно, ушла, она же для этого лифт ломала, чтобы уйти. Буль, блядь. Здесь как на вампирской дискотеке из Блэйда, блядь. Кровища, дерьмища. А, и теперь слепые уёбки, конечно же. Что было, то и осталось в игре. Какого хуя он заползал-то, я не понял. Ты же, блядь, слепой, нахуй. Как ты меня, блядь... Я в тебя кинул палкой, подожди, и ты пополз на меня. Почему? Потому что меня стало лучше слышно от этого, или чего, блядь? Не понял я её. Подождите, подождите-ка, нахуй. Надо с этим, блядь, разбираться. Вот, я попал, смотрите. Он ползёт туда, откуда я прилетела палочка. И всё. Хорошо. А, и это морг, ну конечно. Хоррор не может существовать без морга, блядь. Хоррор без морга, как брачная ночь. Без букла. Блядь, это я зря сделал, наверное. Зря я в них вообще, наверное, палкой кидаю. Я думаю, тут так можно ходить. Блядь, как же ненавижу игры со стелсом, блядь. Хоть хоррор, хоть не хоррор. Они все, блядь, тупые. Нет, они на дороге стоят. Их именно надо палочкой, блядь. Да не того, дура, блядь, ёпта. Чё, они сразу-то не взрываются? Они же детонируют. Крпая мешка-то всё устроено в этом, блядь. В сложном мире. Уходят. А это что там, блядь? Такой нервный, блядь. Ну и, кстати, надо-то вон туда. Она пролезет там под стеллажом, интересно. Чё за звук-то? Чё-то дверь такая бронированная, как будто там... Да ёпта, и какого хуй это... Не знаю, тут, наверное, бомбоубежище президента, блядь. Как она смело, блядь, забегает в эти комнаты, нахер? Хуяк, блядь, влетело. Спецназ, нах. У тебя... У тебя, кроме, блядь, светящихся палочек, ничего нету. Хоть проверь, что там за дверями. Хоть правдоподобной будь хотя бы, ёпта. Тут передозировка дерьмо, тут всё в дерьме. Капать дерьмо на полу, дерьмо на трубку, дерьмо, блядь. Могу из дерьма, ёпта. О, опять эти глаза. Это клип, блядь, этой Натальи Салтыковой. Эти глазки, эти голубые глазки, блядь. Ой, блядь. Или кто там пел эту хуйню? Отлично, спасибо за то, что вы решили попиздеть. Я успел попить. Ой, фонарик, ёпта, вы вернулись. Давно не виделись, братан. Давайте уже кошечку, наверное, и тайм-аутную, а? Кто за? Я так точно. Аж, блядь, голова разболелась реально нахер от этих... Вот этой миссии, блядь, с этой козой, блядь. О, опять загадка. Угадай, где цифры, да, наверное? А, нет, смотрите. А, чё-то здесь хитрое. Да, очень хитрое. Надо пятна крови состыковать. Блядь. Я не знаю. Эта игра вроде имеет ограничения от 18 лет. Так хулишь здесь такие детские загадки? Помоги Вите пройти через лабиринт. Ах, вот тут в чём дело. А, нет, всё равно говно. Ну? Come on, everybody, чё-нибудь, сука, делай. Это правильно. Вот этот криво, по-моему, стоял. Вот так он, наверное, должен выглядеть. Ага. Вот. Потрясающе. Не забудьте написать мне, что я, сука, гениальный. Я получил второй фрагмент записки, который всё равно никто не будет читать. Так, и у меня забрали теперь мои фонарики. Какого-то хуя. Чё тут, выбор был? Или фонарики, или фонарь? Надо было лучше лампочки оставить, они прикольные. Ими можно бросаться у этих слепышей. Поскольку в игре появился дым, а фпс сразу просел. Все ресурсы ушли на то, чтобы дым показывать. Не так минутка. Зато пинок сразу нашёлся. Это несправедливо. Что это, эта монстросия? Несправедливо? Это то, что от Рубика осталось, видимо. Ирония в этой ситуации обманчива. Но даже вы должны понять, что мы можем делать с этим. Кстати, тема в том, чтобы подключать человека кучу трубок, я думаю, пришла из-за утласта немножко. Частично. Только здесь один мозг остался, там целое тело плавало. Да, Вальд Ридер, конечно, тоже не самый лучший сюжет, но всё-таки. И чё? Чё-то я не понял. Суть замеса. Теперь понял. Суть замеса. Я бы сделал, что эту задачку надо решать ещё и на время. А за тобой бегает в это время, блядь, тётка с прожектором каждый раз отгоняет тебя к херам собачьим от вот этой херни. Да, я не очень люблю людей, как вы поняли. Но это было бы и то более интересно, чем предыдущая миссия, где надо просто от неё пропрятаться какое-то время. Угу. блядь, ну и домофон, я вам скажу. и открылась дверь, опять в черноту, просто анальную. Я видел, что они с ним сделали, и я в смятении. Подумать только от мальчика, которого я когда-то учил. Осталось лишь это комонг серого вещества в амфробирке. А что если они так и задумывались с самого начала? Во что я превратился? Им удалось сохранить его мозг, симулировав искусственное тело. Они заключили его сознание в смирительную рубашку. Теперь он шестерёнка в их дьявольской машине. Они даже имя у него отобрали. Назвали его первыми буквами. Руевик. Жестокая шутка, будто плевок на могилу. А он всего-то убивал и расчленял живых людей. в сознании, блядь. Меня пронзило желание разбить футляр в дребезги, чтобы положить наконец этому издевательству. Но затем на смену гневу пришло научное любопытство. Наследие Рубина будет жить и я буду руководить следующим этапом. Эта трагедия даёт мне шанс создать что-то новое, а что-то своё. Видишь, блядь, во всём есть свои плюсы. Даже, даже когда кто-то умирает, видимо. Так, но этот привязанный, пользователь к хосту. Но Бекон обладает новую версию с виралесным транспортом. Все, что услышали, это высокопитч-тое, и они связаны. ух, мать моя женщина. ух, мы хотим попробовать проработать на своем направлении, не с ним. Вот так вот, понимаете, все началось со звука в машине, они уже потом куда-то попали, услышав этот звук. Уже не нужны миллионы проводов, ничего не надо. Но... Тоже мне объяснили, блядь, сюжет игры, короче, я-то думал, будет что-то глобальное, а все в итоге из пальца высоснуло. Да, ты меня почти напугал, если бы мне не было похуй. Но звук был резок, да. К сожалению, видимо, предыдущий кирпич в моей заднице встал поперек и следующий не пропускает. Нет, это не правда. Вообще, какое счастье, когда всем нравится, как я психую, потому что именно это я и делаю в играх в основном, блин. Нет, ну реально, я вангую маслю бомбеж по поводу этой миссии, потому что кто-то в комментах писал про тупость предыдущего варианта вот этого, где лифт надо было ждать, что там... Я, говорит, мудился там полтора часа, а я там прошел со второго раза, а вот здесь, блядь, было намного хуже, по-моему, уже. И, конечно, дети наверняка тут обкакунькали синий разик. Ну вот, ждет меня бусинка и кожаный скрипучий диван, как в какой-нибудь ретро-порнухе, я не знаю. А это значит, что очередная серия закончилась. Да, мы пережили много страху, много лагов. Ой, все 40 минут серия шла. Так что что-нибудь... А, не, 30. Что-то я гоню. Посмотрите, как у меня ровно получаются, а? Прям ювелир, ептать. Так что что-нибудь жмите, пишите. Все, всем спасибо и адью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!